А Анна Кручинина сильно нервничала из-за поездки Андрея Черкасова в Турцию и разговоров о том, что он будет отдыхать не один. Андрей поклялся верности, уехал, а сегодня у Ани уже появился повод для беспокойства. Помнишь на Лобном, когда мы были в расставании, я у нее спалила переписку с девушкой? Да. Виолетта ее зовут. Вчера ночью, когда мы уже ложились спать, ему это Виолетта написала смс-ку, что-то вроде, во сколько вылетаешь или во сколько выезжаешь, что-то в этом роде. Я говорю, ну, с какого фига она интересуется? Он говорит, ну, типа, меня многие люди спрашивали. Давай, Виолетта, это он сказал, что это девушка его друга или что такое? Нет, он наврал, что это девушка его друга, он потом мне сказал, честно, что это девушка, которая к нему клеится, но он ее отшивает. И вот один интернет-магазин мне помог, ну как, не помог, ну, короче, скинул мне, то есть у Андрея выложил фотку на фоне аэропорта, вот это Анталия, да? И у этой же девушки есть такая же фотография, с разницей они выложили в минуту, тоже на фоне этого аэропорта. Во-первых, она могла узнать, когда Андрей улетает, правильно? Могла у него спросить, он ей мог сказать. Не факт, что эта девушка ему нравится, не факт, что, может быть, она специально полетела на ту ташку, да, Андрей? Ну, а что вообще? На фоне одного и того же аэропорта с разницей в одну минуту они выложили фотографии. Вот здесь фотка этой девушки. Да. Вот, скрин. Вот, видишь, это Андрей выложил, вот, сорок минут назад, и вот она выложила. И у него точно такая же фотография, только селфи. Анечка, ну, а если это так? А если он с ней полетел, то что? Я не знаю. Ну, что не знаю? Да что, плачем? Ань, не надо плакать. Ань, ты что, прикалываешься, что ли? Ну, подожди, вот, ты знаешь, вот, реально, изначально, вот, горячку, вот, ну, слушай, вот, выложила он фотографии, но ничего пока не доказано, успокойся. Ничего не доказано. А что тут доказывать? Тут все ясно. Да. Да, с чемоданом. А она? Это она. Смотри. Тут, видишь, что-то в руках, и что-то салатовое, да? Да. Ну, смотри. А у нее в очках ног. Слышка, неплохое, эти прожили. А у нее в очках Андрей. Вон, очки его. Да. Ты пишешь, что вы как детектив? Спокойно. Смотри. Смотри, да успокойся, что ты это самое, давай сейчас еще будем это самое, реветь. Смотри. Ань, ты можешь в себя прийти? Да. Подожди. На дерево. Тебе надо вывести его на разговор. Если уже до конца сейчас ничего не говорить никому, вывести на разговор. Как-то плавно к тому, что поинтересоваться, нет ли там этой Виолетты. Ну, не спрашивай его в лоб. Как осознается он, что она там или нет? Если он скажет, слушай, я там Виолетту встретила, помнишь, что Витя говорил, который мне написал телка, и, слушай, она со мной... Это да, это один разговор. Ань, я бы, слушай, если бы я уже врала, если бы я с кем-то полетела, я бы так и сказала. Не знаю. Какой вопрос можешь ты ему написать? Я бы поехал один, в итоге взять с собой девчонку. Фу, он самому не стрёмно вообще. Всегда хотел выглядеть хорошим, да, в глазах коллектива. В итоге что он делает вообще? Нет, я реально, да, в последний момент я думала, ну да, ну нафига я не могу ехать с кем-то, что за бред, поедет один, разберется. Приедет, мы будем вместе. Вообще, представляешь, как тебе больно очень. А ты уверен, что он в кем-то? Да, он сказал, что он в кем-то ехать. Смотри, как это четыре звезды. Они все четыре звезды. Все, которые я нашла, сейчас они все четыре звезды. Мираба. Наса сын. Говорите по-русски. Ха-ха, здрасте. Можно узнать, в вашем отеле отдыхает Черкасов Андрей? Черкасов Андрей? М? Сегодня? Сегодня? Нету, да? Может быть, их двое, а он с девушкой. Как девушке имя? Виолетта Батя. Виолетта. Нету, да? Ну все, спасибо. Здравствуйте, я хотела бы узнать, а в вашем отеле есть постоялец по имени Черкасов Андрей? А, есть? Куда, что, куда ехать? Вот, проверить свой тур. Проверить свой тур. Убиваешь там Черкасов, да, проверить. И там вот написано, где он там в каком отеле, да, какого приехал, какого приедет. Там даже будет написано, с кем он поехал, да? Да. Ой, спасибо, Катя, с такой информацией. Стандартный номер на двоих. Вот, стандартный номер на двоих, ага. Есть. Так, а там еще где-то посмотреть, что там экскурсии, не экскурсии. Вот, ты знаешь, я даже не знаю, какие там могут быть экскурсии, вообще даже экскурсионных туров в Кемер, таких вообще не бывает. Вообще, я тоже первый раз слышу, что какие-то экскурсии были в Кемере. Такой бред вообще. Я им про то и говорила, что в Кемере это чисто отельный отдых, там лежишь на... А экскурсии там уже сам отдельно покупаешь. Блин, сейчас надо как бы грамотно подумать, не плачь, Анют. Что же мы тут сделаем? Реально. Сука. Сука, я себя не вешаю. Я знаю, что все это узнается. Мы идем, идем, идем. Нам сверху, там по голове. Ты ошибаешься, что ты делаешь? Такая, ну да, черт побери, я ошиблась. Но ничего, ты переживаешь эту ситуацию, потом идешь опять тебе на голову, как снег на голову. Ситуация, смотри, я же тебе показала сверху, что что-то не так. Первый раз ты пропустила мимо ушей и дальше пошла. И вот, наконец-то, мы ошибаемся, 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 пока, наконец-то, сейчас какая-то такая ситуация, когда мы понимаем, что да, это конец, это финал, это все. А я один раз спросила, второй раз закрывала глаза, ну все. Были подсказки, были... Я считаю, что это сверху, ну, сверху подсказывают. Это неправильно ты делаешь, посмотри, посмотри. Аня, мне надо плакать. Ты молодая девка, симпатичная. Слушай, что ты ревешь? Подарил мне этот сраный кактус. Говорит, жди меня. Я через неделю приеду, полью. Я считаю, что ты должна ехать... Посади его на кактус, Аня. Я с этим кактусом, чтобы вы засыпали. И просто этим же кактусом в него... Да, ненормально. Или Виолетту можно... Ему трустает этот кактус. Аня, тут несколько кактусов. Подожди, ну-ка, я сейчас посмотрю. Все. Вот, вот его можно сюда, Виолетту с кукурышками. Вот этот вот. Отлично. Ой, сердечки тут такие. Ань, все, в себя приходи. Ольга Бузова, открой глаза уже, наконец. Ну что ж, Аню, рассказывай, пожалуйста, да. Нам все, я хочу все знать. Что ты узнала? Окей. С самого начала уже по пятому кругу расскажу эту историю. Когда мы с ним были в расставании, я увидела переписку с некой девушкой, которую зовут Виолетта. Сначала он мне соврал, что это девушка его друга. Потом сознался, что это девушка, которая к нему просто клеится. Ну и, собственно, на этом мы закончили. Как раз примерно на следующий или позаследующий день мы сошлись. Вчера ночью перед отлетом я увидела от нее смс-ку «Во сколько ты выезжаешь?» Ну и, естественно, он опять же отмазался и я опять же в это поверила. С утра я проснулась, и у меня на душе было очень такое плохое ощущение. Прям кошки скребли. Думала, что волнуюсь просто из-за полета, потому что он долгое время не отписывался мне, что он прилетел. Вот. Потом днем я лазила по социальным сетям и наткнулась на комментарии одного интернет-магазина. Ну, там этот интернет-магазин написал, что у меня есть информация, что Андрей летит не один, а с некой девушкой Виолеттой. Потом, позже, я еще нарыла информацию. Мы с Машей вместе с ней это выясняли. Маша позвонила в турагентство, и мы представили ситуацию так, что мой молодой человек поехал, потерялся, и вот мы хотим узнать, в каком у нас остановился отель, и вообще, что с ним и как. И любезная девушка из их поддержки нам сказала, что... А у него тур тут на двоих? Он летит вместе с Виолеттой? Мы такие, да, какой у него отель? Нам сказали отель, нам сказали даже номер ресепшена. Собственно, потом мы зашли на сайт, и там можно проверить тур по номеру паспорта. У меня есть номер паспорта Андрея, и мы ввели его, и там, собственно, было написано, что тур на двоих, на Виолетту Бацких или Бацких, вот, ну и на, собственно, на Андрея Черкасова. Вот, и номер на двоих, совместный, вот, собственно, и все. Отель 3-7-7. А, отель, кстати, он мне в смс-ках писал, что у него отель 4 звезды, а на деле казалось, что 3 звезды. Вот, вот это молодец! Вот это вот как раз, знаешь, не самое печальное, и не очень-то волнует. Хоть 5 звезд, хоть 2 звезды. Я надеюсь, номер не для молодоженов у Андрея был? Да нет, там, на самом деле, я думаю, в этом отеле номеров для молодоженов нет, слишком уж говнеистенький отель. Да, вот. А, кстати, еще забыла сказать, началось-то все с того, что мне прислали фотографии из социальных сетей, вот этой как раз Виолетты, где она на фоне аэропорта. И Андрей за минуту до нее выложил точно такую же фотографию, только он сделал вот так, тоже на фоне аэропорта. Но он спальнулся тем, что он забыл, что он фотографируется в очках. И в очках было отражение, и там была видна женская фигура. Собственно, так же, как и у нее, в очках была видна мужская фигура. Для меня это был не сюрприз, я думаю, что для многих это тоже информация не сюрприз. А нет, я предлагаю нам не гадать, давай прямо сейчас ты ему позвонишь и задашь вопрос просто в лоб. Без претензий, без всяких, просто, Андрей, где ты, с кем ты? Как дела? Да, как дела? Вот сначала не говори ничего, пускай он сначала ответит что-нибудь, а потом посмотрим, как разговор пойдет. Может быть, он сразу признается. Алло, привет. Алло. Да, что случилось? Как у тебя дела? У меня хорошо, давай ближе к делу, я в романке, я в романке. А, слушай, а скажи, пожалуйста, мне вот честно, вот если ты с человеком вместе, ты его будешь обманывать? Ну, ты все это к щепу, давай быстрее. Скажи мне, с кем ты ехал? Поехал туда. Я поехал один, что еще? Зачем ты мне врешь сейчас? Ладно, короче, вы не отдых-то не портите, ладно? Нет, стой, стой, Андрей. Все, пошел. Нет, не смей сейчас сбрасывать. Дура. Плохо было слышно, что он тебе ответил на вопрос, когда ты спросила, с кем он поехал? Один. То есть он продолжает врать? Да. Мне просто непонятно, ты так спокойно реагируешь. Какой план дальше-то? А я сегодня уже все выполнала. На самом деле, просто сейчас я ему хотела задать очень важный вопрос, но он решил отключиться раньше, чем я успела его задать. вот, поэтому сейчас пока у меня плана нет. Я хотела отталкиваться от его ответа. Мне просто интересно, какой вопрос ты хотела ему задать? Что ты хочешь еще у него узнать и услышать, после того, что ты уже узнала? Не, много вообще к нему вопросов. Но тот самый главный, я оставлю его при себе, раз я не смогла его задать тут при вас. Саш Гобозов. Потому что как бы при любых раскладах он мне друг, и я должен за него как бы, ну, найти какие-то оправдания, за него заступиться. И поэтому я говорю только лишь одно, что я буду надеяться на чудо, что это действительно оказалась какая-то ошибка, какая-то неразбериха. Ань, скажи мне, пожалуйста, что ты сейчас пишешь? Я просто увидела, что ты с телефоном. Он пишет то, что она знает, что он с Виолеттой. Я ему пишу то, что, в принципе, я у него и хотела задать. Я знаю, что это первый день его отдыха, но очень еще не наступило. Он еще ее не тракал. Просто хочу, если... Не знаю, как это сказать словами. Чтобы надумался. Ты готова простить измену? А в том-то и дело, что ночи пока не было и измены пока не было. Что ты несешь, дорогая моя? Не могу я на это смотреть просто. Тебя втаптывают в грязь. Тебе мужик изменяет. Да неважно, было у них что-то или не было. Сам факт, что он налетел с другой девушкой. А ты сейчас говоришь, ночи еще не было. Да они зашли в номер и тут же его обновили. Ты что, не понимаешь? Ну, прав Никита мне, говорят. Открой Ане глаза. Уже все факты налицо, а ты до сих пор ничего не понимаешь. Мне просто больно за тебя. Обидно. Я хочу, чтобы избавить этого человека, убрать, точнее, его из моей жизни, нужно, чтобы и Надежда умерла тоже. Я просто хочу ее сейчас убить. Вот и все. Что ты ему написала, Ань? Скажи мне, пожалуйста. Ну, то, что я написала, даже все равно не отправилась. Может, судьба, не знаю. Ну, тем не менее, ты можешь мне сказать? Когда будет ответ на то, что я ему написала, я обязательно вам сообщу. Соберу вас всех на кухне и вам всем торжественно скажу. Вы же так хотите тут знать. Вы же так хотите в очередной раз мне сказать, что Аня, ты такая дура. Аня, ты такая подстилка. Да я знаю это. Да я знаю, что выгляжу, я сейчас вообще не Айсова. Но, блин, я люблю. И вы не можете меня никто понять. Почему ты так думаешь? Ань, ты не единственная женщина на планете, которая любит. Ребята, девушки, которые сегодня провели целый день с Анечкой, что можете сказать, что можете посоветовать? Хочу вас послушать. У меня была совершенно аналогичная ситуация. Тоже мой молодой человек уехал именно туда же, в Турцию. И всю эту неделю я просто рвала на себе волосы. И вы не представляете, какое это чувство сейчас у Аньки. Блин, я просто вспоминаю себя в то время. Я очень хотела именно туда попасть, просто поймать его за яйца и посмотреть вообще в его глаза. И сейчас, на данный момент, мне кажется, это самый лучший вариант просто поехать туда и убедиться. Потому что если он сюда приедет, он ей опять в уши нальет, и она поверит. Она подумает, что у него там ничего не было, все было хорошо. Как что, блин, мне твой совет просто ехать туда, если есть возможность, просто посмотри своими глазами на это все. Или оставайся здесь, пройди это все. Возьми себя в руки. Просто будь сильной. Не уходи в себя, пожалуйста, я тебя прошу. Не надо вот этой депрессии. Там тебе не 40 лет, у тебя нет детей от него. Жизнь только начинается. Это для чего ты был? Ты должна была это пройти. Нам просто так свыше ничего не дается. Как что, это просто опыт твой, Ань. Держись. Оля, я могу тебя просить? У меня очень голова болит. Можно я пойду, пожалуйста, в комнату? Да, конечно. Я тебя отпускаю словно. Бедный ребенок. Да, пофиг он, наверное. Врагу не пожелаешь, конечно, такое испытывать в 19 лет, но тем не менее это жизнь. Продолжение следует...